Здравствуйте! Сегодня мы заглянули к лидеру культовой андеграундной санкт-петербургской группы Волчья Лыка, Дмитрию. И, значит, хотелось бы спросить пару вопросов. Во-первых, Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Вот. А во-вторых, какие у вас дальнейшие планы на группу Волчья Лыка? Я не знаю, если не развалимся, станем мировыми рок-звездами. Тут планы, как у всех. Других вариантов быть не может. Либо одно, либо другое. Вопрос номер два. Вы сейчас, собственно, записали альбом. Какие мероприятия вы устраивали в поддержку вашего альбома? А мы что, записали? Ну, у вас же выходил «Осторожно, фок-панк» ваш дебютный альбом. А, да. Ну, можно сказать, что все те концерты, которые мы играли после него, это, собственно, и есть концерты в его поддержку, потому что песни с этого альбома мы там играли. И не только с этого. А какие это были вот именно концерты? Где вы, как бы, их это самое играли? В общем, и на каких мероприятиях? Да, в разных питерских клубах. Вот, в клубе «Роу-148» на фестивале «Гарпундель», на «Джем-фесте» в «Роксклабе». Короче, много где мы играли. Жалко только почему-то нас бы Коза-Октябрьский что-то еще не приглашали ни разу. Но, наверное, мы там выступим в поддержку нашего следующего альбома. А именно вот если первый ваш альбом все-таки был сделан больше, как бы, акустически, с какими-то такими экзотическими инструментами, вроде аккордеона там или каких-то этнических ударных, то какой будет ваш следующий альбом в плане музыки? Синти-поповый. Потому что это дешево и сердито, и пипл хаврит. А на какие группы вы будете, в принципе, равнять по плане вашего облучения? На вас-то влюбай, потому что это круто. Или вы все-таки решите сделать больше уклоном свой собственный саунд? Да посмотрим все. Я никогда не играл в синти-поп, что получится, то и получится. А вам, в принципе, раз вы, как бы, скажем так, экспериментируете для себя с незнакомым вам жанром, в принципе, интересен этот эксперимент? Да. Безусловно. Значит, собственно, вопрос такой. Вы, как бы, ездили на выездах в другие города с концертами? Да, в Выборг когда-то ездили с акустическим концертом. Давно это было. Но было. Значит, вопрос такой. Вот сейчас вы готовите проект «Песни у Костры Инквизиции». Собственно, а что в него входит? Это несколько песен, которые я пою сам под гитару. В основном это песни блюзоподобные такие, которые сложно аранжировать в духе синти-поп. И, наверное, они будут только в акустическом виде. Вот только на этом издании. Не знаю, что это будет EP или мини-альбом. Что это будет такое. Вот песню «Постры Инквизиции». Да. Это там будет. Значит, собственно, вопрос такой. А как Вы лично видите современную музыку на российской эстраде, да и вообще мировой, в целом, и русский рок, и вообще русскую музыку в частности? Говно. Ну что, и ладно, преувеличиваю. Короче, светлое будущее русского рока, судя к тому, что сейчас крутят по радио в основном. И к тому, что мы сейчас видим на фестивалях в основном. Это его славное прошлое. Да. А так, конечно, денег не платят. Денег ноль. Секса ноль. Музыка, как известно, в этих условиях вдохнет, мальчик мой. Какой это мальчик будущий? А музыки в целом, в мировом масштабе? А, ну там нормально. Там, да, нормально. На Западе есть что еще послушать. Ну, в частности, я в последнее время слушаю украинские группы. Браты Гадюкины, Плач Ереми. Хорошие такие группы. Не совсем западные, но послушать есть что, да. А какая именно последняя, скажем так, пластинка, вот, не исключая упомянутые вами уже группы, ну или альбом повлиял, в принципе, как-то на вас. То есть, вот что вам именно понравилось из последнего, из музыки, что вы слушали, ну, в плане альбома. Последнего я слушал группу Ебанько. Всякие песни, не знаю, с каких неточных альбомов я в интернете слушал. Вот они на меня сильно повлияли, да. Ну, и что вы хотите сказать, в принципе, всем вашим слушателям, зрителям, ну или каким-то, может, другим молодым командам, которые пойдут в интернете слушать. Ну, по вашему пути. Не занимайтесь, вы хуйнили, ребята, а. Ну да. Что ж, с вами был Дмитрий, в принципе, как раз-таки мы к нему заглянули сегодня в гости, в принципе, ну и надеюсь, что вы нам были рады, Дмитрий. Да, очень. Вот, ну и мы, разумеется, рады, что у вас нас кофе напоили, там, это, печенье накормили. Ну, я думаю, у вас уже больше ничего, кроме крыстрых аканов, не осталось. Ну, это вам напрасно, пока еще не настолько кризис, а пока у меня еще есть печенье. Ну, что ж, всего тогда хорошего, до свидания. До новых встреч.